МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Вместе с моими коллегами подведем итоги недели прямо сейчас. Смотрите в выпуске. Хозяева Мещеры. Впервые в Рязани проекты по улучшению экологии города предлагают школьники. Актуальная повестка. Депутаты Рязанской городской думы отдали строительству школы в Семчино в концессию и законодательно поддержали их организован. По зову сердца. Рязанские женщины шьют для тех, кто на передовой. Первые комплекты одежды уже доехали к родичкам. Большие гастроли. Рязанский театр драмы покоряет Великий Новград. Самых ярких активистов собрал в Рязани первый молодежный экологический форум. В форуме приняли участие школьники, студенты. На площадке в библиотеке имени Горького они представили практики внедрения так называемого «зеленого» подхода в молодежной среде и обсудили экологический стандарт Рязани. Экологи 47-й школы ежегодно создают больше 70 проектов и в городе, и в области. Организации уже больше 20 лет. И она носит гордое название «Хозяин Мещеры». 14 классов, по два в параллели, занимаются как эко-проектами, так и эко-просвещением. И сегодня на молодежном экологическом форуме их отметили достойной наградой. Я считаю, что эта работа самая главная, чтобы наши дети, чтобы их поведение на природе было достойным. Я считаю, что ребята и вообще человек, он должен действовать так же, как доктор со своим больным, когда он выписывает ему лекарства, лишь бы не навредить. Поэтому и дети, и взрослые, и все мы должны понимать, что все наши действия должны соответствовать этому принципу, не навредить. Вот тогда у нас будет и чистый лес, и чистый берег. Все участники молодежного форума, либо представители экологических отрядов, либо общественных организаций, а также бизнеса, Рязанской администрации, учащиеся и педагоги. Идея создания такой площадки появилась не случайно. На встрече главы администрации Елены Сорокиной с учеными-экологами впервые прозвучала мысль, что ставить задачи бессмысленно, если во все это не вовлечена молодежь. Теперь все как надо. Сегодня вы, дорогие друзья, я сейчас обращаюсь к молодежной аудитории, показали, что вы вполне можете взять инициативу в свои руки. У вас по-настоящему творческие, эффективные проекты. И их реализация позволит улучшить обстановку в нашем городе. Основными на площадке были вопросы формирования экологической ответственности. Молодые эксперты представили практики внедрения зеленого подхода в своей среде. Говорили об экологическом стандарте Рязани. В библиотеке имени Горького на протяжении всего форума будут работать образовательные и практические экоплощадки. С 24 по 28 октября пройдет «Зеленая неделя». Это мероприятие экологической направленности, которое пройдет в самих образовательных учреждениях города. Депутаты Рязанской городской думы утвердили перевод строительства школы в микрорайоне Семчино в концессию, повысили оклады муниципальным чиновникам на 4% и освободили от уплаты земельного налога мобилизованных рязанцев. Основные вопросы повестки в следующем материале. Один из первых основных вопросов заседания Рязанской городской думы – строительство школы в Семчино на 1100 мест. Его отдают в концессию. Это такой вид государственно-частного партнерства. Концессионером выступила компания «Про-школа номер 58». Народных избранников заинтересовал ее конечный учредитель. Оказалось, это госкорпорация «Веб.РФ». Вопросов больше не возникало, как, собственно, и по схеме самой концессии. На первом этапе подрядчик на свои средства построит школу к 2025 учебному году. На втором этапе будет использовать школу и организовывать в ней дополнительные образовательные услуги с 2025 по 1932 годы. А затем здание перейдет в собственность города. Общая стоимость проекта за 10 лет составит 2,5 миллиарда рублей, из которых начальная стоимость строительства 1 миллиард 800 миллионов рублей, оплата процентов за обслуживание кредитов около 500 миллионов рублей, операционные затраты на обслуживание здания с 2025 по 2032 годы – 296 миллионов рублей. Еще одна важная тема – дополнительные меры поддержки мобилизованных рязанцев. Народные избранники освободили их от уплаты земельного налога за отчетный период 2021 года. Решение приняли единогласно. Установку погибшим в СВО рязанцам мемориальных досок на фасадах двух школ – 7-й и 24-й – депутаты также не стали откладывать. Герои – два Алексея – Яковлев и Филиппов. Тексты на табличках озвучила Эвелина Волкова. В этой школе учился гвардии сержант ВДВ, командир отделения, командир боевой машины Алексей Александрович Филиппов. Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом президента награжден орденом мужества посмертно. Что же касается повышения окладов муниципальным чиновникам на 4%, эту инициативу в Рязанской городской думе тоже приняли. Как того и требуют федеральные нормы. Сотрудники Рязанского нефтезавода вышли на традиционную уборку улицы Весенней. Таким образом, нефтяники помогают городу подготовиться к зиме. На улице Весенней осенняя чистка. Работают нефтяники в рамках месячника подготовки к зиме. Прямо сейчас они убирают с пешеходных дорожек опавшую листву, мусор, чистят бордюры и моют автодорогу. На радость местным жителям. Я бы сказал, что Рязанская нефтеперобавшая компания – это социально ориентированное предприятие, которое оказывает префектуре Жендарного района, большую помощь в благоустройстве. Многие из вас знают нашу Новопавловскую рощу, которая усилиями нефтеперобавшей компании, администрации города и префектуры приведена в надлежащее состояние. Стала таким оазисом благоустройства, где рязанцы отдыхают. И если вспомнить совсем недавние такие социальные дела, две недели назад на территории школы номер 37 было спилено около 10 аварийных деревьев. Облагораживать улицу Весеннюю вышла команда из 20 сотрудников нефтезавода, усиленные пятью единицами заводской спецтехники – трактором с щеткой, поливочно-моечной машиной, погрузчиками и самосвалом. Протяженность участка почти километр, впрочем, эту улицу нефтяники убирают уже не первый год по уже сложившейся доброй традиции. Завод всегда активно откликается на просьбы города по участию в благоустройстве и санитарной очистке рязани, тем самым подтверждая социальную ответственность бизнеса перед обществом. В настоящем году мы уже неоднократно участвовали в таких акциях. В акциях по уборке улиц города, по покосу травы, по посадке новых деревьев, обрезке старых и выделяли технику по запросу. Считаем, что навести порядок в нашем городе – это хороший тон для каждого, кто любит свой город и кто относится к нему со всей душой. Ежедневно на городскую свалку вывозят до 20 тонн мусора, при этом минимизация воздействия на окружающую среду – приоритетное направление в работе РНПК. Именно поэтому завод участвует, а чаще инициирует всевозможные экологические проекты. Обстановка с налоговыми поступлениями в Рязанской области стабильна. В этом году в консолидированный бюджет России перечислен 81 миллиард 79 миллионов рублей. Это больше, чем в 2021-м на 35%. Об этом на коллегии Управления Федеральной налоговой службы заявил ее руководитель Вячеслав Морозов. Выручка всех онлайн-касс в регионе составила почти 500 миллиардов, и это тоже на треть больше прошлогоднего периода. Об остальных цифрах далее. О том, что этот год для регионального УФНС один из самых результативных за последнее время, налоговики заявляли еще в августе. Первые полгода принесли в бюджеты всех уровней рекордные деньги. Сегодня эта динамика только продолжилась. 81 миллиард с хвостиком налоговых поступлений в бюджеты всех уровней – лишнее тому доказательство. Понятное дело, казна Рязанской области в накладе не осталось. В консолидированный бюджет Рязанской области поступило 45 миллиардов 10 миллионов рублей, что на 25,5 процента, или на 9 миллиардов 186 миллионов рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Хочу заметить, что по Российской Федерации, по консолидированию бюджет людей субъектов составил в среднем 118,4 процента. Консолидированный бюджет Рязанской области по состоянию на 1 апреля 2022 года с учетом увеличения областного бюджета на 4,7 миллиарда рублей в размере 56 миллиардов 833 миллионов рублей исполнено на 79,5 процента. Основная прибавка в бюджеты всех уровней – это налог на добавленную стоимость. Больше 40 процентов в общей сумме. В целом рост поступлений идет по всем источникам. Например, сумма доначительных платежей по результатам налоговых проверок в среднем составила 25 миллионов на один выезд. И понятно, что власть эти показатели очень воодушевляет. Любой социальный проект – это же не только неравнодушные люди, которые должны его реализовывать. Это еще и финансирование, которое нужно на его реализацию. Финансирование откуда у нас берется? В первую очередь это налоговое поступление. Это налоговое, ваша работа, других источников на самом деле нет. Вот Вячеслав Пантович сейчас озвучил некоторые показатели. Это все свидетельство вашей большой работы. Рязанская налоговая служба работает очень эффективно, качественно. Если говорить прямо, то Рязанская область не единственная, где растут платежи. Это общий тренд по всей стране. Вот только именно здесь темпы выше остальных. Впрочем, это пока краткосрочная перспектива. В долгосрочной есть риски. Об этом говорила министр финансов региона Марина Наумова. Мы понимаем, что эти итоги, они сегодня нестабильны. То есть мы понимаем, что мы можем столкнуться с вызовами, которых никогда не было в экономике, и мы должны быть к ним готовы. Поэтому в следующем году наша с вами работа, она будет еще деснее строиться. Потому что, наверное, самая главная задача будет это вовремя выявлять какие-то негативные тенденции. И вы, вот как налоговый орган, и орган их видите первыми. Единый налоговый счет, который появится с 1 января следующего года, для финансистов пока что чудо-чудное, диво-дивное. Работать с ним региональным Минфину и УФНС придется сообща. Теоретически, единый счет должен упростить процедуру уплаты, включая возврат излишек. Но на практике же эта модель работала только с физическими лицами. С предприятиями корректировать ее придется прямо по ходу. Поддержка семей мобилизованных – наша первостепенная задача. На базе общественной приемной «Единой России» уже создан единый центр помощи, заявил на правительстве Павел Молков. По словам губернатора, работают горячие линии, а в штабе саккумулировали все волонтерские организации. Подробности далее. Семьи мобилизованных прямо сейчас безусловный приоритет. Штаб на базе общественной приемной «Единороссов» работает в первую очередь для них. Об этом говорил Павел Молков. Именно там можно получить сегодня психологическую, юридическую и даже гуманитарную помощь. С финансовой, те самые 100 тысяч, власти тоже определились. Принят уже и порядок выплат, он максимально упрощен. Людям ничего оформлять не надо, никаких заявлений. Списки просто предоставляет военный комиссариат. Ну и с вчерашнего дня уже мы эту систему запустили, начали перечислять деньги на счета. Проверка исполнения поручений и ответы на вопросы рязанцев Павел Молков начинает с Ряжского района. Там жалуются на загрязнение реки Хупта, но комплексное обследование это не подтверждает. Местным властям надо просто лучше поработать. В Рязани жители Сережиной горы сетуют на отсутствие пешеходных дорожек. И они там появятся. Павел Викторович, известная проблема Дашковой песочни. Проект разработали, будет объявлен отбор муниципальных образований. Мы подадим заявку на участие в реконструкции этого участка дороги. Планируем участвовать. Хорошо. Когда проблема может быть решена? В течение четырех месяцев с момента заключения контракта. Когда может быть заключен контракт? То есть у нас проект есть, правильно? Проект есть. Наша задача выиграть отбор. Выигрывайте. Дальше наступил черед масштабных докладов. Минэкономразвитие Рязанской области представило социально-экономический прогноз в регионе на ближайшие годы. И цифры получились довольно оптимистичными. Промышленное производство, а это треть ВВП, вернее ВРП региона в ближайшие годы будет прибавлять. Небольшой спад в энергетике компенсирует фармацевтика и оборонка. Ну и, конечно, главный мотор Рязанской экономики – сельское хозяйство. В сельском хозяйстве, по данным профильного министерства, несмотря на высокую оценку прироста производства в текущем году, почти 15%, ожидается дальнейшее наращивание выпуска продукции. В 2023-2025 годах прирост составит в среднем 3,1%, что превышает среднероссийские значения. К концу прогнозного периода производство продукции растеневодства вырастет относительно 2021 года почти на 32%. Планируется увеличение производства зерновых, масличных культур, сахарных, свеклых, картофеля. К экспорту в прогнозе особое отношение. К 2025 году экономисты рассчитывают нарастить его до 934 миллионов долларов США. Экономика адаптируется к шокам, резюмировал доклад Павел Малков. Вот только весь прогноз держится на скорости реакции регионального Кабмина. И вот в этом надо будет прибавлять. Ваши женщины Рязани. Под таким лейблом отправилась на фронт первая партия комплектов одежды сшитой резанками для разведчиков и десантников, которые прямо сейчас находятся на линии фронта. В последний раз, когда я разговаривала, шли очень сильные дожди, была грязь и вещи очень быстро приходят в негодность, так как стирать и сушить у них особо некогда, поэтому там уже холодно. Сегодня пошел первый снег в Черкасской области, в Украине. И теплые вещи очень им нужны. Тем более ребятам, которые пошли с лета, еще у них нет теплых вещей с собой. Лицо девушки мы скрываем. Жизнь близких людей Алины, скажем так, потенциально под угрозой и в первую очередь в целях их безопасности. Девушка просит не показывать ее. Алина – координатор Рязанской группы женщин-добровольцев, которые своими руками изготавливают бойцам необходимые вещи в рамках всероссийского движения «Шьем нашим». Чат движения зародился в Белгороде, где девушки, умеющие шить, сначала бойцов обеспечивали снудами. Это такие шарфы. Такой по России прошел коллективный, наверное, вброс, наверное, или, может быть, клич наш женский «Шьем для наших». Просто по ссылке зашла и на Рязань, где я проживаю, зашла. Не было такого, что задумываться о том, что надо мне, не надо. Не было такого вопроса, не стоял такой вопрос. Просто я беру и делаю то, что я могу. Все. Замечательные лекалы для всей страны изготовила талантливая швея из Перми и безвозмездно предоставила их для пользования всем, кто работает для фронта. Все вещи продуманы до мелочей. Учтены особенности физиологии и условий, в которых они будут применяться. Со всеми необходимыми, как должно быть, резиночками, отстрочечками, гульфиками. То есть профессиональное, хорошее термобелье. Главное, чтобы им было тепло и удобно. «Снуды» – это универсальная моделька. Ее можно носить и как шарф, если затянуть и вот так вот подвернуть. Будет утепленная шапочка. Шнурки, которые выставляемые, они очень длинные. Два раза обматываем специально, чтобы на всякий случай, если вдруг у бойцов рвутся на берцах шнурки, чтобы можно было вытащить отсюда. Мы снимали сюжет в ателье. Многие участницы движения – профессиональные швеи со своими салонами. Для фронта они шьют в довесок к своим основным делам и заказам. Но есть среди них и те, для кого швейное дело – лишь любительское занятие. Главное – желание делать добро. Ну вообще я совершенно не профессиональная швея. То есть просто у меня есть обычная машинка бытовая дома. Что-то подшить, штанишки, простыни, что-то вот такого. Но когда я узнала о группе, которую создала Алина, я почему-то решила присоединиться. Мне тоже захотелось помочь хоть чем-то. Буквально за неделю, что называется, всем миром отшили большой заказ с фронта от разведчиков. Упаковать помогали ребята из Костинской школы. Они же написали бойцам добрые слова, которые, наверное, согреют душу не меньше, чем термобелье. В общем, даже к упаковке подход по-настоящему женский. С любовью, теплом и вниманием к мелочам. Все это девушки делают абсолютно бесплатно. Еще раз. Абсолютно бесплатно. В Рязани и по всей стране. Каждое то, что по силам. Кто помогает финансово, которое тоже очень важно, что на них мы закупаем ткани. В общей сложности мы уже закупили около 15 рулонов тканей. Из них только три еще не обработанные. Остальные мы все уже как бы выкроены. Кто готовы, которые еще в работе. Откликаются все. И ателье, и девочки, которые помогают просто кроить, у которых есть свои фабрики. Не зависит от какого-то уровня дохода. Просто, наверное, от доброты сердца. У каждого человека своя. Каждая из наших героинь за неделю изготовила от 40 до 70 снудов или балаклав. Татьяна с помощницей в ателье. Порядка 70 комплектов термобелья. На этом работа не остановится. А почему? Ответ достойной столицы ВДВ. Наверное, просто надо. Кто еще? Да? Да. Кто еще, если не надо? Марина Романюк, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». В эфире нашего телеканала выйдет специальный репортаж о женском движении «Шьем нашим». Смотрите его сразу после информационной программы «Неделя города». А пока вернемся к событиям недели. Одним из самых обсуждаемых стало солнечное затмение. Коридором затмений называют период между двумя затмениями, которые мы видим с разницей в несколько дней. Осенний коридор 2022 года начался 25 октября частичным солнечным затмением и завершится 8 ноября. Во обсерватории Рязанского государственного университета сегодня живо. Ажиотаж связан с желанием понаблюдать частичное солнечное затмение под комментарии ученых. Уникальность события в том, что оно происходит не каждый день, а если брать всю Землю, то до 7 раз в год. В разных областях Земли Луна закрывает Солнце в своем движении по орбите. И на Земле образуется такая полоска тени, которая движется. Те, кто внутри этой тени наблюдает полное солнечное затмение, кто не внутри частичное, как вот мы сейчас. Чтобы большее количество человек увидело картину прикрытого диска Солнца, в РГУ оборудовали пару специальных приборов, проецирующих происходящее на небе на экран. Мы сейчас с помощью Теодолита пытаемся получить проекционное изображение Солнца на экране, чтобы можно было посмотреть большему количеству людей, потому что, ну, к сожалению, тучки нам этого не позволяют. На минутку показалось, да? Да, ну, сейчас переменная облачность. В общем и целом, сейчас, конечно, можно даже неужженным глазом будет видеть серп, когда будет заходить хорошо в тучку. В Рязани пик затмения состоялся в 13-45 луна, закрыло Солнце на 64%. К слову, это можно было видеть невооруженным глазом. Небольшая облачность даже способствовала этому. А с помощью специальных зеркал с большим увеличением можно было рассмотреть даже пятна на Солнце, одно из которых, впрочем, быстро скрыла Луна. Здесь получается увеличение больше 100. И за счет этого часть изображения на экране, а часть за экраном. То есть мы детали можем рассмотреть. Понимаете, в чем дело? А вот астрологи, в отличие от астрономов, затмениям придают гораздо больше значения. Затмения всегда показывают области, в которых стоит ждать перемен. Изменения точно будут сопряжены с трудностями, но преодолеть их необходимо. Частичное солнечное затмение, которое будет видно на территории нашей страны. И в силу этого это затмение для нас имеет очень большое, на нашу страну будет иметь большое влияние. Оно как бы последнее в серии затмений по оси Скорпион-Телец. Нельзя сказать, что оно имеет какую-то разрушительную силу, какой-то мощный статус. Сейчас опять закладывается цикл на несколько лет, потому что солнечные затмения имеют действие от года до трех лет. И это затмение может иметь большую продолжительность, потому что вообще цикл затмений до 18 лет. Это время позволяет нам расчистить психологические завалы, которые мешают реагировать на вызовы жизни адекватно и эффективно. Знак Скорпиона, в котором произойдет затмение Солнца, символизирует исследование потаенных обстоятельств, темных сторон жизни, ее изнанки, экстремальных ситуаций и узловых проблем. А так как можно спокойнее прожить, выкинуть все ненужное из жизни, в том числе и те связи, и люди, которые нас не пускают вперед, потому что Солнце будет в тесном аспекте с Венерой. То есть межличностные отношения, партнерские отношения, они будут очень серьезны, как раз в момент вот этого коридора затмений. Нельзя сказать, что под ударом, но, скажем так, они высвечиваются. И все несовершенство этих отношений мы внезапно увидим. Поэтому вот на эти вещи стоит обратить как можно больше внимания, но всегда стоит помнить, что увидев несовершенство, как бы рубить-то не обязательно, а можно опять же понять, что чуть-чуть работы над собой и все несовершенное может стать гораздо более привлекательным и интересным. Тем не менее, на этой поворотной точке все самые запутанные противоречия, самые темные, тяжелые содержания коллективных и персональных внутренних хранилищ, самые искаженные мотивы и стремления вскрываются и проявляются с максимальной силой и энергией прежде, чем будут повержены, расчищены, разрушены и трансформированы. Но преодоление этого периода всегда шаг вперед. Самое время изучить что-то новое, загрузить мозг знаниями, позаботиться о собственных душе и теле. Рязанский театр драмы в Великом Новгороде. В рамках федеральной культурной программы «Большие гастроли» рязанские артисты покажут свои спектакли новгородцам. А новгородцы, в свою очередь, играют спектакли на рязанской сцене. Новгородский академический театр драмы имени Достоевского покажет рязанцам пять своих спектаклей. Жанна, созданный в пандемию спектакль, открыл гастроли в четверг, 27 октября. Наш спектакль, он сначала был, может быть, одним, а на протяжении двух лет, ему два года, он стал совершенно иным. Мне кажется, он как-то вырос, потому что когда хорошее тесто, оно начинает подниматься. Автор пьесы Ярослава Кулиновича, я считаю ее немножко, ну как вам сказать, бытовой, бытовым таким драматургом и немножко черношным. И вот наш режиссер, Полина Неведомская, она сделала все, чтобы из бытовой пьесы сделать романтический такой, драматический спектакль и подняться над бытовухой. И спектакль получился стильный, он получился не грязный, он получился просто о судьбе, которой все замешаны, да, судьбы одного человека. И каждый играет свою ноту. Спектакль Жанна не просто заставляет подумать и, возможно, пройти путь освобождения вместе с главной героиней. Режиссер задал для Светланы очень сложную задачу сыграть вот это внутреннее, очень сильное изменение, сильные эмоции, сильные чувства. При этом железобетонный такой саркофаг, сквозь который не пробиться со стороны жизни, ее заковало в этот бетонный чугунный саркофаг. И с помощью вот этой сущности проявляется как раз внутренний мир. И постепенно на протяжении всего спектакля идет вот сближение. Она пробивается постепенно сквозь этот бетон. Также рязанские зрители увидят спектакль «Ребенок к ноябрю», постановку «Незамужняя женщина», мелодраму «Семейное счастье» и сказку для самых маленьких «Иванда Марья». Большие гастроли продлятся до 30 октября. На этом у меня все новости. До свидания.